Одним из главных показателей в системе школьного образования является процедура сдачи единого госэкзамена. В этом году пандемия внесла коррективы, но на итоговом результате они не сказались. Объективный анализ результата ФГ этого года показал, что выросло количество учащихся, как высокобальных, так и выросло количество учащихся, не преодолевших минимальный порог. Так, например, если отметить по высокобальным работам, выше 90 баллов получили 206 выпускников. Больше 70 баллов набрали 917 учащихся. Между тем, многие специалисты не ожидали таких высоких результатов, ведь последнюю четверть дети учились дистанционно. Но, как показала практика, уровень знаний, показанный школьниками, оказался высоким. Те результаты, которые ребята показали, прежде всего, на процедурах единого государственного экзамена, они говорят о том, что город справился с задачей. В городе выработаны серьезные методики обучения в дистанционном формате. Активно развивается сетевая школа. Инициативы педагогов и школьников поддерживают и народные избранники. Так, например, депутаты горсовета готовы рассмотреть финансирование и поддержку инновационных проектов. Конечно, поддержка бурятского языка. Очень интересно. Бурятский язык очень красивый. Не лишний будет его изучать всем, тем более, что мы живем в Бурятии. И там тоже очень много разных предложений, которые интересны для правильного изучения языка. Но проектов много. Их было около 32. 19 проектов прошли. И получили статус инновационной площадки. И, конечно же, хочется из бюджета заваживать средства для того, чтобы эти проекты поддерживались. Потому что они необходимы как для школы, так и для дошкольных заведений. Также в учебную программу внедряются новые форматы. Комитет по образованию, комитет по транспорту и управление трамвая запускает совместный проект «Образовательный трамвай». Цель проекта – создание образовательной программы детского познавательного туризма. Живые уроки могут быть разными. Это и экскурсионно-образовательные маршруты по историческим местам до сопримечательств нашего города. Профориентационные направления изучения городской транспортной инфраструктурной сети. Темы по правилам дорожного движения. Проект ориентирован для учащихся 7-х, 8-х, 9-х и 10-х классов уланданских школ. Одним из важных направлений является развитие спортивной инфраструктуры в образовательных учреждениях. За последние несколько лет многие школы города обзавелись современными стадионами. В текущем году ведется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа на территориях трех школ. Это 18-я, 22-я и 57-я. Ну а кроме того, не относятся к отрасли образования. Современные стадионы в Украине Тулунжа и детском оздоровительном лагере «Зорька». Между тем, главным вопросом в системе городского образования на сегодняшний день остается ликвидация третьей смены в школах. У нас практически каждый год идет увеличение учащихся. То есть каждый год на 3-4 тысячи в городе идет увеличение учащихся. И это, конечно, приводит к тому, что мы даже не успеваем строить школы. Хотя, как вы знаете, у нас 9 школ строится, 22 детских садиков. Такого еще никогда в республике не было. Еще один немаловажный вопрос касается дошкольного образования ликвидации очередей в сады является первостепенной. С января 2020 года по настоящий период проведено 11 распределений в детские сады. И направлено 8243 ребенка, что на 3242 превышает предыдущий год. Созданы беспрецедентно благоприятные условия для частного сектора, так как количество частных учреждений, работающих в городе Улан-Удэ, выросло с 24 до 66. На сегодняшний день частные детские сады посещают 2880 детей. Часть оплаты родителям компенсируют городские власти. Батар Ламбаев, Андрей Дармаев. Новости дня.